Сергей Лермонтов. Почему украинцы не действуют, не собирают дружину помощи Зеленскому, не выкидывают порошенковских чиновников из кабинетов, не борются с парохоботами, многие даже собираются их простить, опять же ждут доброго барина, который придет и решит все их вопросы. Ну и Сергей, это все-таки революционный путь. Насколько я понимаю, общество в Украине уже достаточно цивилизовано для того, чтобы понимать, что вот такие радикальные революционные действия, выкидывание из кабинетов, наказание, это малоэффективно. То есть это наносит ущерб самому процессу преобразования. На выборах победил Владимир Зеленский и теперь начнет работу. Это реформы, это не революция, не заявление, не декларации, там, заводы рабочим, землю крестьянам, мир народам. И ничего из этого не выполнить. Вот, это большевики в свое время так сформулировали свои цели. Вот, это спокойная методичная работа, которая потребует не полстолетия, потребует несколько лет, два-три года реформ. Реформ, реформ по реформированию спецслужб, отстранение от власти этих коррумпированных, крышующих всякий бизнес агентурных сетей России на самом деле. Это реформа в армии, когда придут молодые генералы, закончившие Вестплэнт, западная академия, и которым не страшно будет дать современное оружие. Понятно будет, что они его не будут продавать немедленно. Той же самой России. Вот, реформа спецслужб, реформа армии, реформа политической системы, которая требует уже давно привлечения молодых новых политиков, которые должны начинать, вот как в Грузии, там, 24-летние министры. Зеленский уже начал такую работу, призыв присылать резюме, участвовать в этом процессе, очень правильный. Вот, реформы. И украинцы правильно делают, что не устраивает из этого борьбу. Разобраться с этим, тем не менее, надо. Нужно разобраться с тем, кто, как, почему организовал пропагандистскую кампанию, совершенно такого советского, российского, я бы сказал, типа, в Украине, лживую, подлую пропагандистскую кампанию, по всей видимости, от имени государства, от имени администрации президента. С этим надо разобраться. Но репрессии, ну, действительно, достаточно погрозить пальцем этим ребятам, которые активно приняли в этом участие, и сказать, что, ну, вы не правы, давайте-ка в течение пяти лет не занимайтесь, пожалуйста. Там, определенными видами деятельности, там, государственной деятельностью, воспитанием молодежи, вы не были не правы. Вот, это такие легкие иллюстрации, их надо провести. Надо людям показать, что это недопустимо. Тем более, что, ну, очевидно совершенно, это видно по многим другим признакам, что попытка сохранения власти, реализации модели, которая привела к власти Путина, чекистов, значит, эта попытка в Украине прослеживается. И не только на примере Игоря Смешко, вот, но и на примере самого Порошенко, которого спецслужбы пытались связать обязательствами, что-то там не получилось, и слава богу.